Кружка пацан вместе со своим брательником без ведома старого самовара отправляются на лодке на соседний остров, который полон опасности, приключений, загадок и шахмат. А зачем? Привет, зритель! Тут на днях для Капхеда вышло DLC восхитительное последнее блюдо, которое я не мог оставить без внимания. Ху! DLC Капхеда мы прошли на стриме, а ты, дорогой мой, подписывайся на телеграм-канал, там я предупреждаю всех вас о том, когда какие будут стримы. Лайк, подписочка с колокольчиком и комментарий от четырех слов не забудь и приятного просмотра. Ну а как же попасть туда, где нас ожидают новые приключения, туда, где ценится смелость и отвага? Все просто. После прохождения любого мавзолея на любом острове появляется вот этот хрен, который сообщает нам, что золотой чаши нужна подмога. Мы, конечно, соглашаемся и отправляемся в удивительный мир DLC. По прибытию, когда нам еще непонятно, что зачем и почему мы тут делаем, появляется чаша из портала и говорит, что у нее есть восхитительная печенька, которой кружек, он же магмен, без вопросов кушает и сам отправляется к прадцам взамен чашки. Золотое чудо нам ничего не объясняет и приводит нас к солевому повару, он же шеф-повар Солонкин. Там становится все на круги своя, кружек и чашек живые, золотая не особо. Но поварюга говорит нам, что это все фигня и он придумал классный рецепт, для которого ему надо помочь собрать все ингредиенты, тогда все будут живые. На этом и завязывается сюжет DLC и та печенька, которую дала нам золотая леди, остается с нами. Суть печеньки очень проста, если мы ее нацепим себе на место навыка, то сражаясь с боссом мы будем сражаться за эту чашку, которая знает, как делать двойной прыжок. Пушта с одного прыжка она прыгает ниже, чем наши бравые парни. Парировать в рывке она умеет? Да, именно в рывке, не как наши бравые пацаны, а именно в рывке. И смертельный кувырок еще знает, что тоже круто. А еще у нее 4 хп изначально. На этом прилавке проходим ее обучение, вот это парирование, вот это двойной прыжок, а если она кувыркнется в приседе, то она вообще срать на любой урон хотела, но к этому надо приблатыкаться. Ну и одна из монеток находится тут же, к магазину свина мы еще вернемся. Сразу обойдя за здание рядом с альпинистами, забираем халявную монетку, она тоже пригодится. И с кошеком поговорим, он вас хваляет в газетах солевого повара и дает нам 3 дублона. И вот, не отходя от площади, имеем плюс 5 монет. Также в этот DLC добавили вызов джина, да-да, того самого из второго острова, который исполнит 3 твоих любых желания. Любое желание это удвоение хп, если что. Если у тебя уже активирован джин, или ты просрал все 3 желания, так же как и сделал я, ты услышишь этот звук. Но ты не торопись, дружок, не повторяй моих ошибок, можешь просрать 2 желания куда только захочешь, но одно желание оставь на потом, оно тебе понадобится для кое-какой ачивки. Также тут у костра есть кактус девочка, что и как с ней делать я расскажу в отдельном моменте. Этой милашке я посвящу свой первый шорт. Если на основных трех островах были уровни бей-беги, на которых мы зарабатывали свои деревянные, то тут вместо догонялок есть шахматы. Всего 5 уровней шахмат. Первое с пешками, а именно за парирование их головешек мы получим 2 монетки. Второе с конем рыцарем, а именно за парирование его гривы, когда он устал, мы получаем тоже 2 монетки. Третье за сражение со слоном, или верзем. За парирование его головы, когда не горят свечи, которые мы тушим своим телом, зарабатываем тоже 2 монетки. Четвертое за сражение с ладьей-палачом, у которого надо парировать отлетающие головешки обратно к отправителю и забираем тоже 2 монетки. Пятое за сражение с королевой, а именно надо расстрелять ее с пушки. 3 монеты как-никак, можно и королеву ебнуть. Хорошо, с зарабатыванием денег мы разобрались, а куда их собственно тратить? Нам добавили 3 новых вида оружия. Первое щелкунчик, который стреляет на 2 плевка вперед с хорошим уроном. Но, если за это расстояние снаряд не достиг цели, он превращается в более слабый, но прицельный снаряд. Второе, веер, он же электроразряд, который стреляет сразу в 3 направлениях. Но если ты удержишь захват, будешь стрелять плюс-минус прямо. Третье, вихрь, средний урон и стреляет вверх по дуге. Нахуя. Также у свина появилось 2 новых аксиса. Первое, кольцо сердца, которое пополняет тебе хп при первом, третьем и шестом парировании. И чудной кулон, который нужен для секретного босса. Получается 3 оружия по 4 монеты каждая, плюс кольцо за 3 и кулон за 1, итого 16. А получаем мы за шахматы 11, 3 от кота, одно за обучение и одно за здание. Тоже 16, за чё? А вот этот чудной кулон нужен для секретного босса. Идем к аэропорту, увидим призрака и 9 могилок. Болтаем с призраком, который зашёл в тупик. Ну оно-то и понятно, состоит из соплей, какие масли-то могут быть. Возвращаемся к альпинистам и внимательно читаем, что они говорят. У каждого игрока они говорят разные вещи, и из их слов надо понять, какие могилки в какой последовательности надо активировать. Если ты сделал всё правильно, поздравляю, ты открыл секретного босса, ночной кошмар, который из себя представляет ангела и демона, которые меняются меж собой. Если что, ангел всегда сзади. Деньгу заработали и потратили на какую-то хуйню, чуток отвлеклись. Молодцы, осталось разобраться с тортиком. А ингредиенты для тортика хранятся у пяти соперников. Первое, бутлегер буги, это же бордель, в котором нас ждёт бандит-паук, простимолька, муравьед, наебалого всей игры и главарь-улитка, скрывающий в себе дистиллированное тесто. Бурёна Кольт, которая вместе с кучей денег на кой-то хуй решила украсть десертные лимоны. Воющие асы на аэропорту рядом с кладбищем. Бульдог, его детишки и ещё какая-то псина забрали себе ананасы. Ебать. Вот вам, кстати, лайфхак, как попроще с ними разобраться. Управление остаётся такое же, только меняется угол обзора. Не пригномляться с гигантским горным великаном Мрачногором и его негигантскими горными карликами, у которых есть гномоягоды. И культовая ледобойня с Мартимером Хладовеем, Китом, Холодядей и Снежинкой. Но я всё-таки думаю, что это покемон 615, может чуток уставший, но всё же. Заледенцовые кубики, блядь, скажите ему кто-нибудь, что это лёд. Все ингредиенты собраны, возможно мы просто отжали законные вещи у их честных владельцев, но, увы, у нас сюжет. И золотая орёт нам в уши, что всё, мы уже всё собрали, надо срочно бежать к солевому повару, чтобы начинать жить жизнь. Прибегаем к пекарю, спускаемся в подвал с черепами, и оказывается, солевому повару нельзя было верить. Надо же, как удивительно. В общем, секретный ингредиент тортика для получения всей силы Астрала, это душа, которую он уже каким-то хуем успел забрать у нашего чашика. Чашек в тортик, кружек и золотая для сервировки, и просто так это оставить нельзя. Смотрим на полный расколбас 2, и как сильно Ивлев изменился, и даём ему пизды. Перемещение душ происходит обратно, здание рушится, мы сваливаем, повар тоже сваливает. Золотая решает искать другой способ вернуть себя к живой жизни. И получается, что наш солевой повар хотел убить двух граждан и душу ещё одного гражданина испечь и сожрать, чтобы заполучить всю силу Астрала. И как только судья узнал об этом, он сразу же приговорил солевого к исправительным работам, ко всем тем, кому мы дали люлей, у кого что-либо забрали. При этом по ночам он строит новую пекарню, достраивает её и раздаёт всем вкусности. Ладно. 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 Ладно.